На Приморье идет третья волна наводнения. Об этом сообщил замглавы МЧС России Александр Чуприян. Также он рассказал о том, что из больниц затопленных районов в Приморье эвакуировали 153 человека. Тем временем в региональном бюджете нашли полмиллиарда на выплаты пострадавшим. Помощь придет за счет сокращения расходов на пособия ветеранам труда, тружникам тыла, а также педагогам и детям. При этом первый вице-губернатор Василий Усольцев заверил, что незащищенные слои населения от этого не пострадают, так как средства найдены благодаря, цитирую, «практической экономии». Решение о выделении дополнительных средств пострадавшим приняли с минимальным перевесом в глазах. На помощь населению Приморья пришел Тихоокеанский флот. Из опасных районов за сутки моряки вывезли больше ста человек. Для обеспечения питьевой водой развернули войсковую станцию. Военные также мониторят паводковую ситуацию и берут пробы воды. Мы проводим отбор проб воды из централизованных источников и нецентрализованных источников подоснабжения на определение качества по микробиологическим поколениям. В Приморье продолжает бушевать стихия. Ранее режим ЧС ввели еще в двух районах края. Харольском и Октябрьском. Так, в результате прохождения тайфуна Лайон-Рок и сильных дождей пострадало больше половины региона. Более 20 населенных пунктов остаются подтопленными в зоне бедствия. 9 тысяч человек. В крае выпала трехмесячная норма осадков. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Специалисты ждут второй волны паводков. Субтитры создавал DimaTorzok